всем привет я короче делаю себе чай и значит как я вам показывал да что разрезаю пакетик в этот раз у меня значит бракованный попался этот чай пакетики все не так их видимо скрепили и оттуда значит заварка высыпается поэтому я вот в такую штучку кладу потом наливаю кипяток и так он у меня заваривается потому что иначе не получается сейчас я залью со заварком короче я купила такие вкусные конфетки знаете вот такие я подошла в этом кофленде к стойке где продаются все вот эти конфеты и смотрю женщина стоит там выбирать и она берет вот эти а я у нее спрашиваю вкусные вот эти конфетки которые берет пани я уже очень общительная в магазине почему-то со мной все заговаривают сами там мужчина нам с русланом рассказывал историю про одному про одну собаку мишку из воломина который жил на улице и он ездил по электричка в общем его все знали очень какая-то известная такая история как типа хатика вот и он сказал на фейсбуке нам погуглить но я еще на фейсбуке не на фейсбуке погуглить на фейсбуке посмотреть я еще не смотрела даже еще пока не знаю вот и она значит я спросила у нее что внутри она говорит но это как мишанка с орехами шоколад как трюфель она сказала я значит взяла вот этот пробовать мне очень понравились эти конфеты она мне еще показала по нему что там выбирать и показывает мне какие нужно взять там вот эти вот эти ну я разных набрала какие мне больше понравится те и буду брать из килограмма даже кило двести наверно авокадо было осталось всего два милена ну вот сколько они съедают руслан режет пополам половину милена суда из съедает половину руслан вот она в день 1 авокадо съедает милена и руслан также не в день по авокадо я чуть не очень люблю авокадо пока еще не кстати очень спелые были по акции всего 14 злотых за килограмм так-то авокадо стоили двадцать четыре поэтому мы взяли побольше чтобы всем хватило в общем вот так милена в школе руслан на работе я дома и это в общем короче говоря пью чай и сажусь дальше за работу неделю удаленной а кто у вас кто там заболел капец а он не ругал это что они не сказали понятно осторожно мусор не пинай мой мне еще мусор надо да понятно так до тридцатого этаж но вот тут несколько дней всего ведь до понятных среди польского приходит и может по-польски говорить она хоть за глазом посидишь он пришел к нам и сказал в нашем гости было заражение коронавируса и короче мы идем на карантин и будут лекции сдали это все время но да он позвонил спросил может ли миленко пойти домой папа взял трубку сказал что да может я то дома папка раз на работу уходил ну ладно ты довольна что ты дома будешь сегодня получается так что я как-то очень часто вещаю из кухни поэтому я пришла с магазина я шла и думаю так что-то мне охота поесть на что-то не знаю мясо чуть мне не охота что мне хочется хочу салат с фунцом и я пошла значит покажу что купила это же самый важный атрибут моего ролика на показать что я ем многим любопытно но у меня знаете рацион всегда очень похожи стандартно то есть я очень тяжело прихожу какой-то новой еде поэтому я купила салат но у меня еще есть салат просто милена каждый день съедает а сейчас она обедать будет дома потому что они с этого на карантине сейчас в школе значит по акции был вот этот вот форель забыла как называется рыба вот этот вот рыба форель значит для салата взяла тунец беру в оливковом масле ой ну в общем да в общем в масле беру оливковом олей написано я думаю оливковым масле беру то нет я уже вечер вообще не соображаю взяла колбаску уже нарезанную потому что что-то лень нарезать мне удобно взять положить и съесть взяла фарш чтобы можно было что-нибудь приготовить мясное и кукуруза кукуруза как раз таки для этого для для салата с тумфом необходимые мне ингредиенты как я делала салат я вам показывал уже поэтому еще сюда лук добавлю сладкий белый у меня где-то был масло подсолнечное и соевый соус вот и все очень легко быстро просто вкусно и прям